Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Показывают ребенка, ну, мы, наверное, все знаем, там, какую-то известную, в ямку бух, там, едем, 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 едем в ямку бух, и между колен проваливается наш молодец или девица с довольным хохотом. Вот, я слышала от потомка римских Корсаковых такой текст «Едут, едут, едут, едут славные уланы, едут, едут, едут славные гусары» и так далее. А потом, значит, через мостик множится всяких приемов, и происходит то, чем всегда заканчивается эта игра. Вот, упоминание о уланах и гусарах, разумеется, характерное для тех, чьи предки отдали службе, вот, всю свою жизнь посвятили. Это, конечно же, дворяне. И вот, а в крестьянстве, я сейчас вот возвращусь к теме семьи. Семья – это весь мир младенца. Для него и семьи происходит его, вот, как Пушкин сказал, прекрасное слово употребило – самостояние. На них, ну, вот, знаете, наверное, это стихотворение «Два чувства дивны, близки нам». В них обретает сердце, пищу, любовь к родному пепелищу. Имеется в виду, конечно, не пожар, а печь, 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 родной очаг. Любовь к отеческим гробам. Это притки, это история рода. На них построено от века, по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его. Это, вот, это самостояние человека, оно начинается в родной семье. Человек рождается, он растет под колыбельные песни. Текстов, вот такие толстые сборники можно издать, текстов, насколько разнообразно то слово, которое звучит над колыбелью. Кроме того, важно, знаете, для нас что? Не то, что это просто слово. Ведь слово без интонации – это только половина, а то и даже меньше половины. А интонация там несет в себе очень много, не только можно убаюкать от интонации. Она несет в себе душевный внутренний покой. И вместе со словом она доносит, развивает чувства младенца, которые впоследствии уже будут у взрослого человека осмыслены. И вот, посмотрите, вот мы начинаем гимнастику. Она никогда, просто, ну как вот сейчас, массажист молча массажирует ребенка, и все. Ну, самое большое – раз-два, раз-два. А вместо этого, смотрите, что было, например, я слышала в Архангельской области и в Каргопольском районе. Вот мы берем малыша. Значит, вообще его надо за ручки брать. Но если это совсем голову не держит, то вот так. Я буду делать вот так. Так. Дальше идут все сестры и братья по именам. А тебе, Витенька, рост большой. Вот такой большой. Что здесь получается? Если этот… Все очень просто, казалось бы. Но на самом деле оказывается, что вот этот человек, он… Вокруг него семья. Отец, мать, дедушка, бабушка, сестры, братья. Он не один. А для человека что важнее, чем ощущать себя, знаете, вот таким сильным и самодостаточным мы? Вот это мы для младенца – семья. Потом будет, ну, скажем, если в крестьянстве деревня, потом волость, потом край и народ. Вот так любовь к родине может брать истоки в простых детских забавах. Народная педагогика вообще хоть и разнообразная, но не сложная. Например, тетешки – это просто веселые игры с малышом. Ну, с малышом можно поиграть. Есть специальные такие забавы, как тетешканье. И при тетешканье всякие различные ласковые слова говорились. Ну, например, такие. Хорошеньким хорошок, пригоженьким пригожок, дорогиночка, золотиночка, хорошеньким хорошок, пригоженьким пригожок, наш Петенька, наш маленький. Вот так вот. И гимнастика может быть элементом народного воспитания, если простые движения сопровождать традиционными песенками и прибаутками. Можно еще игровой массаж, который для качания пресса всегда используется. Давай, петрушка, держись. Петю тяну, рыбу ловлю, в кошель кладу, щучки в кучке, плотички в поличке. Один ершок, да и тот горшок. Ешьте, ребятки, не тюкайте. Ну, улыбаешься? Сорока-ворона кашу варила, гостей дожидала. Давно кости не бывали, всю ей кашку расхватали. Тому дала на ложки, тому на поварешки, тому в горшке, тому в масленичке. А ты, толстой, у ворот постой, ты в лес не ходил, ты дров не рубил, ты печку не топил, ты воды не носил. Ты и кашку не варил. Не будет тебе кашки. Держи, 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 держи. Так, а теперь что у нас? Подожди-ка. Пень-колода, пень-колода. А тут ключевая водочка, ключевая водочка. Щукаточка, 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 на желудочек дружку. Щукаточка, щукаточка. Всякие плясовые припевки, когда малыша носишь, когда его качаешь. И всем они известны, на ноге так можно качать, а можно просто на ручках, да? А три татушки, три тата, вышла кошка за кота, за кота, котовича, за Ивана Петровича. Три татушки, три тата, три катушки, три кота, три татушки, три таты. Где катушки, где кота? Элементы народной педагогики знакомы всем и доступны каждому. Особенно сейчас, когда нет недостатков информации. С чего же начинается народная педагогика? Со сказок и присказок, со считалочек и поговорок, и, конечно, правильных игрушек. Даже если у вас времени мало, всего несколько минут хватит, чтобы побыть с малышом без времени, окунуться в наше общее народное прошлое. Молодец. Хорошая. А давай скажем с тобой сказку коротенькую, самую коротенькую. Знаешь, что? Купила бабушка карася. Вот и сказка вся. Вся? Все. Сказки – это тот элемент народной культуры, который не забыт. А вот традиционным игрушкам место в наших домах почти не отводится. Современные игрушки пестрят расцветками и поражают фантастическими видами. И так мало говорят детям об окружающем мире. Традиционная игрушка совсем другая. В ней и материал, и цвет, и фактура – естественные, живые. Материалы, из которых делали игрушки в сельской крестьянской среде – это то, что есть под руками, под ногами, то, что вокруг окружают. Это дерево, текстиль, то, что было. Самые, конечно, простые первые – это игрушки из дерева. И, скажем, дети постарше, они уже сами находили себе щепочки, веточки и до сих пор это делают. Так, палка на улице – это лучшая игрушка для нашего Федя, например. Материал был доступен, и из этого доступные материалы все и делали. Я делаю игрушки из, в основном, бересты, ну, из дерева тоже, да. Это уже береста подготовленная, да, для плетения, вот, мячика. Заготовляя материал, бересту, да, то, что я делаю, наносится минимальный ущерб природе, можно сказать, что не наносится, поскольку береза обладает таким свойством, что кора зарастает на месте, на том, что если, когда я ее снял, ну, она через 10-12 лет нарастает новая, береза не погибает. Вот, значит, первая игрушка у ребенка – это что-то шумящее, гремящее погремушка, а вот на русском сервере это называлось «шаркунок», а слово «шаркать» – «гремить». Вот, такие погремушки на палочках, и такая погремушка, тоже шаркуночек. Вот, и, скажем, сейчас для разнообразия и детям, может, больше родителям я делаю новые формы погремушек. Раньше это было, ну, скажем так, неинтересно это делать водителям, нужно сделать надо обычное, и все, а сейчас можно уже делать разное. И это, скажем так, в наше время привыкли к разнообразию все-таки, ассортимент – это, скажем так, нужным людям. И игрушки, вот по этой технологии, эта технология, скажем, отдельный элемент – это кубик. Они очень такие простые, незамысловатые по форме, но зато, опять-таки, они такие образные, что им можно… Ну, во-первых, требования, чтобы они были безопасные, да, безопасные, экологичные, они делаются без клея, да, собираются конструкции, бросаются в кипяточек, они скручиваются, стягиваются, становятся очень крепкие. И когда они высыхают, в них закладывается уже что-то гремящее – горох, рис, гречку, что-то, да, лошадка, птичка и собачка. Значит, также были повсеместно, скажем так, распространены – это мячики. Мячики, они вот как были вот и на палочках, так и отдельно мячики. И размеры разные, и играли от малышей до больших детей, подростков, игры в мяч были очень распространены. Вот, они были не только берестяные, там, кожаные и текстильные, и берестяные тоже. Для малышей в поморе, поморы делали погремушки, вот, шаркунки из дерева, да. Такой шаркунок, гремящий, они были разных форм, и размеров, и маленькие, и большие, да. Вот, большие вкладывали всегда дробь. Ну, вот это, так было традиционно, чтобы звук такой имел. Это не просто погремушка, это еще и головоломка. Маленьким детям такие погремушки, большие, конечно, не давали, да. Они были для того, для звука, для звука, чтобы мог ребенок их рассматривать. А когда ребенок уже подрастал, ему давали задание. Найди секретик, где открывается погремушка, нужно вытащить досочку одну, и отбери ее. Вот он и ищет. А потом было задание, ее нужно было обратно собрать. Вот такая погремушка. Также делали куклы из бересты. Вот брали основу берестяную. У каждого во дворе, ну, это просто валялось всегда, да, или у печки. И из такой скруточки уже делали кукол. И вот уже ими, вот, и играли. Ну, а про игру в куклу это такая отдельная история, поскольку через игру в куклы дети, не только девочки, но и мальчики тоже участвовали в этих играх. Они перенимали вот все вот общение вот в своем кругу в своей деревенской среде. И праздники они проигрывали. И они так, ну, проживали жизнь большую взрослых вот в этих играх. И уже потом во взрослой жизни они знали и как себя вести, и что делать. Вот очень игра в этом помогала. Деревянные игрушки, это, конечно, были и кони, да, вот это такие вот традиционные игрушки. Делались они повсеместно. Конь это был такой символ, как и корова, да, у крестьян такой основы жизни, вот, бытовой. Да, без коня никуда не уедешь, сено коровью не привезешь, ничего не сделаешь. Поэтому конь, он во всех мотивах, в игрушках, в быту, вот, в росписях он всегда присутствовал. Птица, что за птица, да, чудо-птица. Кто говорит жар-птица, кто еще как называет. В советское время она, к нам, это традиционная птица, она к нам вернулась в советское время под названием птица счастья. И была такая легенда, что заболел мальчик, болел, никак не выздоравливал, и папа ему сделал птичку. Повесил над кроваткой, и вот мальчик там выздоравливает на нее, смотря, и выздоровел. И назвали ее птица счастья. Мне этот, я делаю подобных птиц с детства, и мне было интересно, откуда эта птица взялась. И в литературе по этнографии нашел, что птицы делали во многих губерниях России из разных материалов, подвешивали в красный угол. И поморы делали их из щепы. И подвешивали, вот, это был, это голубок, это образ Святого Духа. И в других губерниях делали из соломы, из текстилей, из перьев, а вот поморы делали такие птицы. И она, скажем, она вернулась в наши дни, но вот хорошо бы, чтобы все знали исторические названия предназначения. Отношения к материнству у разных народов и в разных культурах имеют много общего. Матерям везде отдается дань уважения. В христианстве же материнству отводится особо почетная роль. Я думаю, что здесь нам, наверное, лучше не рассуждать, а просто осмыслить то, что есть уже, то, что заложено Богом, и то, что всегда являла православная церковь, и то, что сегодня так остро ощущается необходимость этого в современном обществе. Конечно же, «мама» — это слово, которое близко для каждого человека, но нет ни одного нормального, здорового, полноценного человека, который бы при этом слове не исполнялся особой нежности, особого чувства и сердца которого бы не сжималось. И маму мы любим с детства и до самого нашего взрослого возраста, и всегда к ней прибегаем в своих мыслях, всегда о ней молимся, всегда о ней думаем. И для нас это действительно святое слово. В православии материнство влекается в определенную такую форму даже, да, особенную. Это не просто рождение ребенка, это не просто, как сегодня, к сожалению, да, часто говорят, биологическая мать. Нет, это действительно мама — это та личность, тот человек, который дает не только тебе новую жизнь, но который тебя воспитывает, который частицу себя самой отдает тебе, и в твоем сердце находится часть ее души. И это тот человек, который помогает нам стать личностью, каждому из нас, потому что мы все были детьми. И вот святость этого служения, святость этого бытия, святость этой жизни, жизни матери, она провозглашается православной церковью и возводится даже на тот пьестал, где пребывает матерь самого Бога. Мы действительно о Богородице говорим как о примере вот этой материнской, истинной, искренней, очень такой жертвенной любви. Она явила пример для любой матери. Она является той женщиной, которая посвятила себя полностью своему предназначению. И если женщина, девушка, женщина смогли осознать то, что материнство — это дар от Бога, это действительно служение, это действительно возможность выразить себя и почувствовать свою полноценность, и осознать важность своей жизни собственной именно вот в этом материнстве. Вот если девушка и женщина это могли бы почувствовать, это осознать, то тогда бы они как личности состоялись. И дело уже даже не в том, получится родить много детей или нет, будут ли какие-то трудности или нет с рождением детей, будет ли это в большой семье или в маленькой. Дело не в этом. Дело в том, что в каждой женщине вот частица материнской любви уже заложена Богом. И если мы действительно эту любовь чувствуем как святой дар от Бога, то и материнская любовь становится любовью святой. Мы же говорим о том, что молитва матери способна с одноморья достать её ребёнка. То есть действительно её молитва, любой матери молитва о своих детях, она способна изменить жизнь этих детей. Только лишь молитва. Уже не говоря о том, сколько сил мама вкладывает в воспитание детей, и она действительно готова всегда, всегда помочь и маленькому, и взрослому своему ребёнку. И вот святость этого служения прежде всего определяется самим Богом. Потому что Богом так заповедано, чтобы вот было такое служение у матери. И Бог сам даёт силы любой матери для того, чтобы свою жизнь направить на воспитание своих детей. И вот в этом воспитании она и сама совершенствуется, и другим людям, своим близким, родным помогает становиться лучше. В этом и заключается вот святой источник нашей жизни. В этом заключается вот тот уровень, к которому мы так стремимся, и на высоте которого находится сама Богородица. В послании апостола Павла говорится о женщине, что она спасается через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием. Эти слова понятны в некотором самом общем смысле, даже людям не церковным. Опыт любого человека показывает, что рождение ребёнка помогает матери отступиться от эгоизма и шагнуть в сторону жертвенной любви. Я думаю, что это выражение опыта, человеческого, христианского опыта. Это и та формулировка, которая сосредотачивает любую женщину на мысли о том, что если у неё есть дар рождения, если действительно она может с Божьей помощью произвести на свет новую жизнь, сможет быть соучастницей Божественного творения, но ведь никому же больше это не дано, только женщины, произвести на свет новую жизнь, то есть дать возможность новой жизни, славить Бога и находиться в этом мире. То вот осознав это, конечно же, через это осознание приходит и определённое умонастроение, происходит и определённый жизненный порядок. И вот через это умонастроение, жизненный порядок человек и приходит к тому состоянию, когда он начинает, как мы говорим, идти по пути спасения, то есть в своём служении, в своём правильном понимании того, что нужно делать, в своей самоотдаче, в своём жертвовании своих сил, умений, стараний на жизнь другого человека. В этом и заключается путь шествования ко спасению, по спасению, путь к Богу. А если это путь к Богу, то это путь спасения. И невозможно себе предположить какое-то другое состояние, если женщина дарует жизнь, новую жизнь другому человеку, своему ребёнку, что это может быть греховным или это может быть нехорошим состоянием. Такого в принципе невозможно. Любое рождение — это рождение во благо. А значит, через это и сама женщина обретает своё спасение. Я думаю, в такой перспективе мы можем говорить о том, что женщина спасается чудо-роди. Материнство — благодатная доля женщины. А ещё это возможность заново заглянуть в историю своего народа, взять оттуда то, что пригодится для гармоничного возрастания малыша. А там есть что взять. С вами была программа для родителей. Учимся растить любовью. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова